МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие ошибки у тебя не имеешь? Пальчик. Вначале не тот бас. Бас не тот. И пальчик немножко, да, спутал. Вспомнил? Еще раз сыграешь? Давайте. Пробовать еще и еще, сопротивляться и не сдаваться, несмотря ни на что, Костя научила, кажется, сама жизнь. Этот маленький, нестойкий, но храбрый оловянный солдатик сражается с обстоятельствами, а порой и с самим собой. Вот уже 10 лет. Костя появился на свет с диагнозом ДЦП. Врачи сомневались не только в том, что мальчик когда-то сможет ходить и говорить. Сложно было даже разогнуть сведенные в кулачках пальцы. Поначалу буквально даже не могли сыграть вот так вот. Он играл это все одним пальцем. Но теперь он уже играет свободно. Сложные для него пьесы. Ему нравится вкладывать себя в это дело. Он показывает, что он чувствует. Он показывает, как это можно сделать. Выразить свои чувства, эмоции. И еще одно выражение решаем. 7 плюс 8 плюс 1. Получается 16. Молодец. А поведать с миру этот юный музыкант уже может немало. Недук лишил Костю возможности ходить и сковал мышцы рук, но не затронул головной мозг. В свои 10 лет он не только с легкостью осваивает игру на фортепиано, но и поражает окружающих рассудительностью. Костя учится в общеобразовательной школе и даже добился того, чтобы наравне со всеми участвовать в олимпиадах и конкурсах. Он такой же, как все. Он очень интересный, рассудительный. Он особенно любит литературу, окружающий мир. Он любит рассуждать, доказывать, искать информацию. У него это очень хорошо получается. Труднее, конечно, с русским, с письмом. Не очень его любит. Но даже самый сложный диктант не сравнится с теми тренировками, которые теперь ежедневно сам себе дома устраивает Костя. Самое тяжелое – это, я думаю, научиться ходить. Вот эти все тренировки – это, конечно, тяжело, но это надо, это надо стремиться. Ходить для меня, то есть я вообще хочу осознать, как это, как. Ходячим детям, да, это понятно. Есть, как говорится, руки-ноги, этого нет. Если бы куда я побежал, так к друзьям, конечно, они бы за меня тоже порадовались. Сегодня друзья вместе с родными помогают и поддерживают Костю. За последние несколько месяцев мальчик добился невероятных результатов. Сложно поверить, но только этой весной Костя сделал первые самостоятельные шаги. И теперь ежедневно трудится над тем, чтобы закрепить навык. Через, конечно, такие барьеры мы проходили. То есть слезы у нас были, и ругань была, и чего только не было. Сначала мы, ой, мама, я не могу, я устал, ножки болят, там-то-то-то начинает. Я говорю, ну, вспомни, как мы рубашку учились одевать. Он вроде вспоминает, ну да, я сейчас уже не задумываюсь об этом, как я ее одеваю. Я говорю, ну и тут будешь не задумываться об этом. Сделать тренировки более эффективными, а прогулки с друзьями веселыми, можно с помощью специализированного велосипеда для детей с ДЦП. Крутить педали Костя сможет даже зимой. Оборудование легко превращается в домашний тренажер. Кроме того, старая инвалидная коляска, на которой мальчик ежедневно отправляется в школу, уже выходит из строя. Использовать ее небезопасно. Стоимость велосипеда и специализированной коляски – 166 тысяч 630 рублей. Сумма для семьи из небольшого уральского поселка – заоблачная. Но помочь юному музыканту, так верящему в людей, можем мы вместе. Всего одно СМС со словом «чудо» и сумма пожертвования, которое вы отправляется на номер 7878, приближает заветную мечту к реальности. Оказать поддержку можно и через интернет-сайт www.helpdefischildren.net. Важен любой, даже самый скромный вклад. Я один раз просто лег на снег и просто задумался, что жизнь у меня, хоть я и не хожу, но жизнь хороша. Поможем Косте шагнуть в новую жизнь. Сегодня именно ты нужен Косте Мещерякову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова